Привет, друзья! С вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Foundation. Мы с вами остановились на том, что пережили несколько неприятных багов, ну и, собственно, пытаемся вырулить ситуацию касательно нашей обожаемой еды и, конечно же, новых строений. Сейчас у нас с вами ситуация какая? Мы с вами сделали дофигища рыбацких, собственно, домиков, которых у нас товарищи вылавливают, ну, в целом, неплохое количество рыбы, хотя её всё равно почти моментально сжирают. Я бы не сказал, что это как-то особо хорошо влияет на отсутствие голода, хотя показатель упал. Показатель упал, но не серьёзно. Не серьёзно он упал, потому что новые люди приходят, и голодающих становится всё больше и больше. В любом случае, нам нужно отжимать территории, и нам нужно отстроить заново крепость, и отстроить заново, соответственно... Даже не заново, а новый. Разблокировал новый уровень открытий. Ебой, это, конечно, хорошо. Ну, а о чём именно идёт речь? Оружейник у меня закрыт. Это у меня закрыто. А, возможно, вернулся уровень, кстати, как вариант. Короче, что мы можем с вами сделать? В первую очередь, наверное, я сейчас выстрою всё-таки вновь крепость. Я понимаю, что туда сейчас будут уходить просто тонны древесины, которые мы вроде бы как улучшили её добычу, но всё равно. Проблемы явно будут. Это факт. От этого никуда не сбежать, никуда не деться. Вот. Поэтому давайте будем их встречать, так сказать, с тёплыми объятиями, но при этом немножечко подумаем о себе. Так, сейчас паузу сделаем. Где у нас деревянная церковь, крепость... А, кстати, каменной крепости у нас нет. Прошу заметить. Здесь у нас поместье лорда. Вот, деревянная крепость с дополнениями должна быть, но она ещё в игру не введена. Написано скоро знак восклицания. Значит, хрен вам, а не крепость. Хорошо. Соответственно, я должен выстроить здесь, сколько я тогда считал, 6-8, 8 штук крепости. Они должны быть ещё и не одной высоты, а разной. Для того, чтобы мы могли действительно выйти в максимум по параметру и добраться до оружейника, наконец-то. Что как бы не совсем просто, но других вариантов я пока не вижу. Вот. Поэтому будем работать в этом направлении. Я надеюсь, что я сейчас не запортачу строительство, и они за него вообще возьмутся. Вот. Это самое главное. Ой, боженьки. Слава богу. Удалось. Удалось в том плане, что мы теперь имеем возможность строить эту местность. И, как вы видите, здесь будет стоять 8 целых башен, которые имеют пирамидальный вид, скажем так. То есть, 2 по центру самые высокие, по бокам чуть ниже, ещё ниже, ещё ниже, ещё ниже. Таким образом, мы как раз и получим нужные нам 43 единицы величия короля. Вот. И тем самым доберёмся до последнего возможного строения оружейника. Аллилуйя. Теперь осталось где-то раздобыть 1190 досок, и всё. И вопрос будет закрыт. Вот. Но посмотрим, как пойдёт. Пусть занимается, я их отвлекать не буду. Так, новые люди приходят. Новые люди приходят, и у нас появляются проблемы с едой. Единственное, что... Надо проверить, что у нас с домами. С домами 5 жителей требуют дома. Короче, мысль та же у меня здесь и осталась. Оставить... Сделать точнее здесь небольшой центр. Придачу нам здесь, кстати, ещё лесничий нужен. На всяк пожарный. Это я отодвину пока. Пусть висит, но отодвину. Так, товарищи, это понятно, понятно, понятно. Нет, 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 нет. Так, лагерь, мельник... А где у нас, собственно, лесничий? Нижний рыбак, охотника, лесопилка. Не то. Так, ткач, фермер, боже, я в глаза лоплюсь, да? Вот. Лагерь лесничего. Мы его посадим вот здесь недалеко. Он будет вот в этой части занят застройкой леса. Мы же с вами сейчас делаем здесь небольшой рынок. Так, стоп. Нам кому-то надо было помочь. Дай бог только памяти. У нас очки здесь есть. Здесь есть. Здесь есть. В принципе, нам туда не день, не надо больше очки, да? Не, в церкви пригодятся, кстати. Давайте поможем. Церкву, скиш, за 60 дней. Резерв давайте запустим. Нам нужно зарезервировать наши фруктики, ягодки, чтобы у нас все было в порядке. Опять вопрос с установкой рынка довольно сложный, потому что они опять начнут вредничать и как-то коряво дорогу поставят или еще что-то произойдет. В любом случае, я ставлю рынок вот в этой области. Тогда заселяться они начнут вот таким вот образом. И тем самым у нас останется здесь место для леса, для вот этих товарищей. Должно, в принципе, все получиться так, как мне и хотелось бы, в общем. Если, конечно, не будет никаких косяков. Так, продуктовый мы выставляем здесь, кстати. Рыба сюда дойдет, хлеб сюда дойдет, ягоды не факт. Оленина тоже может дойти. Давайте на всяк пожарные четыре продуктовые. Будем просто закидывать людей жратвой. Чтоб они даже ничего сказать не могли. Нам в будущем вообще предстоит переделывать рынки, добавлять туда роскошь. Но это совсем уже другой разговор, другое дело. Единственное, что у нас сейчас людей... Ну, на рынок хватит точно. За все остальное не ручаюсь. Так, стоимость обслуживания отсутствует. Общая стоимость 50 дерева. И стоимость размещения 50 монет. Это запросто. Я их потом, конечно же, приукрашу. Вы понимаете. Сейчас я этим заниматься просто не хочу. В будущем мы это, конечно, все приукрасим и приведем в порядок. Так, у нас должны быть в любом случае свободные строители. Поэтому это я пока сюда откину. Чтоб видел, когда все закончится. Ну и, в принципе, уже заранее можем пульнуть. Что мы можем сюда пульнуть? Фонтан, кстати, сделали. Фонтан так и не доделали до сих пор. Ну да, 50 булыжников натаскать, это вам не тихим мяч. Я, если что, отменю продажу этих булыжников. Поэтому проблем лишних возникать не должно. Так, что у нас здесь? Добыча, добыча, добыча. Здесь мы пока оставляем. Здесь мы с вами добычу убираем. Вот, не-не, вот так надо. Чтоб эти деревья захоботить. Так, здесь мы с вами тогда убираем. Вот так, вот так, вот так, вот так. Чуть-чуть, чуть-чуть надо. Вот так. Все, это мы все с вами освобождаем. Дальше жилая зона. Заметьте, рынок еще не построен. Но они уже готовы здесь заселяться. Поэтому я торопиться не буду. Иначе они засрут нам территорию просто. Я знаю этих. Новопришедших поселенцев. Моментально засирают, даже зевнуть не успеешь. Так, кстати, а что у нас по оленине? Оленина уходит. Слава богу, с одеждой разобрались. Одежды 145 в запасе. Мы ее можем уже на внешний рынок продавать, на самом деле. Сейчас, торговля. Где у нас одежка? А у нас есть вообще кто-то, кто покупает одежку? А то я что-то поторопился так. Да, покупает одежку по 10. Это, кстати, очень дешево. Это очень дешево, но мы будем избавляться от избыточка. Продать все выше значения. А что не продаем тогда? Подождите. Возможно, они хранят у себя все на дому, кстати. Как вариант. Как вариант, они хранят все на дому. Продать все выше сотни тогда. Все остальное нам еще нужно. Так, с этим разобрались. Рыбаки вроде обжились. Все нормально. Правда, у них здесь... Сейчас, отметка у нас какая. Я здесь могу добавить немножко. На самом-то деле. Они здесь лес как раз выбрали. То есть сделали то, что мы хотели. Но при этом вот эту область они не забрали под застройку. А я им дам такую возможность. Вот до сюда можете застраивать. Можете даже чуть-чуть в лес уйти. Так, по добыче мы здесь все забираем. Здесь лес выбрит. Красота наведена. Все как надо. Но на всяк пожарный я здесь заранее вот такое колечко поставлю. Вдруг нам еще придется здесь камень набывать. С этим разобрались. Так, тут у нас как... 138 только бы досок принесли. 138, Карл. Карл, с учетом того, сколько нам надо, это вот прям... Прям-прям очень мало. Это очень-очень мало. При том, что сейчас нам нужны бревна, а их тоже уметают только так. Дом улучшается. Я не могу потянет, почему до сих пор не могут ягоды принести. 46. Имеется, но на складах не имеется. Нужное нам количество. Так, вы там с голоду хоть ни с ума не сходите пока? Вроде нет. Пока мы это все резервируем. Так, приносят доски. О, да, детка, это надолго. Это надолго. У нас было 100 единиц. Представьте, что они за все это время, дай бог, 40 единиц досок сделали. Я мог бы, конечно, людей сейчас поназначать, но мне люди сейчас здесь пригодятся. То есть надо как бы это... Понимать, что к чему. Так, перенаправим сюда приоритет. Сейчас там доски появятся, пусть они их лучше сначала сюда притащат. Я лесничего уже поставлю. Стоп. Можем отправить. Все, отправляем. Резерв выбираем. Замечательно. Замечательно. 10 репы получили. Получили, правда, нам не хватает еще, все еще величия. Но это мы уже поставим добротную, хорошую церковь. И тогда все будет чики-пуки. Мы, кстати, можем у рыбаков здесь поставить. У рыбаков вот здесь отгрохать церковь, здесь сделать еще один центр. Торговый. Хм. Идея-то неплохая. Идея, конечно, неплохая. Так, вы туда начали тащить? Вроде как один как бы направляется, но не совсем, чтобы справлять. Сколько у нас вообще человек занимается полутничеством? Так, 6 человек у нас делают доски. И на самом деле у нас очень много лесоруба, просто леса нет. Так-то как бы проблем нет, но леса нет. Так, здесь додумали все-таки дом поставить. Здесь у вас тоже есть место, так что плотничком не стесняйтесь. Можете тоже отгрохать. И вот здесь как раз, в промежуточных пробежных местах, тоже есть. Да, из-за того, что мы ягоды остановили, люди начали голодать, лол. Это и смешно, и плачевно одновременно, понимаете? Это странно. Мягко говоря, странно. Слушайте, они реально все доски тырят? Во, этот 4 спер. Все доски тырят, поэтому этот процесс у нас, ууу, как надолго затянется. Самое смешное, что они... А, вот по флагам, вот видите эти флаги? Вы можете увидеть, как будет расположена высота башен. Вот это да. Они могут строить флаги еще на неготовых башнях. Красавчики. Респект таким мужикам. Серьезно, чистейший респект просто. Так, давайте деревья отсюда уметать, вот эти лишние. Сейчас, пока лесничий придет, вы должны тут уже подчистить. Так сказать. А рынок что? Стройка рынка. Он как бы есть, но его как бы нет. Кстати, почему-то даже... Странно. Даже отметок нет. Хорошо, давайте еще приоритет сюда поставим, чтобы они хотя бы... Во, все, не могут строить. Я уже переживаю, что они строить не могут. Думал, все, срака, граждане. Не, все нормально. Сейчас рыночек подготовит, мы хотя бы нескольких людей уже задействуем в... Работе, а то безделье это, конечно, забавно и весело, но нам это нафиг не надо. Лагерь лесничего готов. Погоди, лесничий, не торопись. Сейчас мы еще подправим чуть-чуть. Вот здесь пока уберем эту зону. Здесь мы все равно будем постоянно высаживать деревья. Мне надо, чтобы вот это зачистили. Все, пока лесничий, сиди на жопе. Хотя, что сиди, давай сразу в работу. Поехал и высаживай тут деревья. Заранее, так сказать. Перебдим. Перебдим, молясь. Так, взяли за рынок. Хорошо. Меня все-таки смущает количество бревен. Но тут есть объяснение, да. У меня тут стоят лесорубы, они не могут рубить здесь дерево, они должны ходить сюда, если не ходят сюда. Ну, в общем, вы поняли, да? Всю сложность процедурную нашу. Сложности есть. С учетом еще того, что они складировать по-человечески, мы не могут. Хотя, заметьте, здесь дерево дохера, но его почти никто не рубит. Либо они его очень быстро рубят и очень быстро взращивают. Не понял сейчас прикола. Как так вышло вообще? Почему здесь отсутствует зона? Здесь же должна быть добывающая зона, чтобы им было что рубить. Это странненько. Ладно. Мой косяк, мой косяк. В любом случае, мне даже, конечно, нам придется им отдать небольшую часть леса для охоты, хотя, может, и не стоит оно того. Просто отсюда даже лесорубам придется бегать сюда. Ладно, пусть лучше будет так. Все, я им задачу выставил. Тут куча дерева, пусть его и добывают. Сейчас мы можем как-то просмотреть. Все, взялись, пацаны, за работу. Фонтан закончен, боже, наконец-то. Не прошло тысячи лет. Я за него переживал, как за родного, серьезно. Так, здесь лесничий тоже вроде шевелиться начал. И, наконец-то, рынок имеет вид. Хоть какой-то. Хотя бы есть чувство, что он там есть. Так, еще давайте вот здесь приоритай скинем. Потому что дома нам нужны. Настроение нам, что портилось, точно не надо. Дома нужны. Так, солдаты нам не нужны. Каменотесы нам новые не нужны. Да, пока что ждем. Пока что ждем. Сейчас мы все бревна просто расхватали. И наши товарищи в недоумении такие сидят. Блин, а из чего нам доски делать? Ёпэр-СТ. Я их прекрасно в этом плане понимаю. Так, торгаши у нас теперь откуда-то оттуда ходят. И с этой стороны. Хорошо, главное, чтобы приходили. Откуда и как, меня мало интересует. Главное, чтобы они были. И чтобы не было голода. Тоже было бы хорошо. Так, голодуха вроде уравнялась. Хотя у нас уже плюс 6 человек, по-моему. Плюс 8 даже. С самого начала к нам еще, еще, еще приходят голодные рты. Которые, соответственно, придется кормить. А как вы прекрасно понимаете, кормить пока нечем. Вот, кстати, пошел лесоруб. Нет, а строитель тырит. А, нет, лесоруб. Все, они правильно понимают, что им нужно делать. Это самое важное. Они понимают, что нужно вот это сбрить. А потом у них здесь будет целая огромная местность. Что хочешь там, то и твори. Так, куча досок появилась. Мы, кстати, можем вообще... Сейчас я гляну только по пути. Торговые пути, пути, пути. Так, покупает. У них никто не продает. Вот в чем проблема. Ни бревна, ни готовые уже доски. Так бы мы могли, ну, значительно улучшить скорость. Увеличить скорость строительства. Но, увы, такой возможности нет. Ну, зато они флажки все поставили. Ну, грех жаловаться. Сейчас рынок подготовят. Эту зону отдаем. Что мы здесь делаем? Здесь мы можем сделать небольшое... Как раз поставить церковь. Нет, давайте все-таки здесь все отдадим рыбакам опять. Да, отдаем зону рыбакам. И, в принципе, я здесь могу сделать мостик. Если получится. И мы здесь еще можем поставить рыбаков. И здесь тоже шестиугольник вроде заденет немножко территорию. Тем самым с рыбой у нас проблемы будут закрыты. Как мне кажется. Это мне так кажется, во всяком случае. Так, вытаскиваем наш рыночек. Поехали. Раз, два, три, четыре. Чик-чирик. Так, есть, 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 есть. На попе шерсть. Так, замечательно. Приступайте к работе. И мне нужно дождаться, чтобы этот лес забрали. Все, больше у нас нет. Да, здесь дом поставили. Тут еще один дом, да? Сейчас проверю. Да, стройка еще одного дома. Давайте еще сюда бревна вкатим. Не имею ничего против постройки вот этой масштабной нашей. О, уже появились зачатки домиков. Ничего не имею против, но у нас в приоритете все-таки настрой жителей. Поэтому торопиться не стоит. Так, торгаши сейчас припрутся. Продан хлебушек. Один торгаш уже пришел. Пока только хлеб натаскали. Ну, естественно, потому что хлеб ближе всего к нам находится. Поэтому чем-чем, а хлебом они будут снабжены, дай бог. Дай бог. В принципе, я могу, конечно, себе позволить небольшую шалость. Взять и спокойненько дать им возможность здесь застраиваться. Вот, досюда. Досюда. И вот где уже выкорчевали леса. Досюда. Здесь я, наверное, сделаю фонтанчик. Сейчас у него такую зону надо оттяпать. Вот, здесь уже можете смело-смело-смело застраиваться. Кстати, самое смешное, что я руду не поставил как добывающий ресурс, но она добывается. Странненько. Подозрительно это. Так, это зачищаем пока. Вот это нам уже ни к чему. И вот это нам уже ни к чему. Давайте по чуть-чуть, приводите все в порядок. Я думаю, все будет хорошо. 15 блоков уже есть, да. Можем, в принципе, ставить. Где у нас забор? Декоративный куст. Фонтан. Хочу вот здесь вот фонтан красивый. И ничего вы со мной не сделаете. Желание превыше всего. Так, кипарисы это у нас вот эти цилиндрические такие, да. Не, не хочется, что-то кипарис. Декоративное дерево это то, что мы ставили. Дорожный знак тут вообще нахер не нужен. Забор та же история. Кустики. Можем поставить, знаете как. Вот так, вот так, вот так и вот так. А здесь промежуточные. Поставить кипарисы. Они, правда, пока вырастут, но вырастут и будет симпатично. Приступайте. Так, с этим разобрались. Туда уже втащили 260 единиц древесины. Даже все инструменты притащили. То есть, все уже готово. Серьезно. Кроме досок. Все бы хорошо, но досок нет. Но люди здесь скупаются. Причем скупаются в основном те, кто работает на металлургии. Это хорошо. Это хороший знак. Так. Я просто боюсь сейчас браться за поместье лорда, потому что я уверен, что нам нужно будет дохренища камня. Потому что это уже каменное поместье. Вот. И мы его просто не осилим. Как бы мы этого не хотели, мы просто его не осилим по баблу. Так, его здесь можно отдать. Так, дом где-то построен. Где-где-где-где-где? Где-то вот этот дом. А здесь вы улучшать взялись, да? Ясно. Вопросов нет. Хотите улучшать свою хату? Улучшайте. Так, что надо? Опять ягоды. Да, нам в принципе уже точно ни к чему не надо. Сейчас я проверю только. 10, 16, 19. Да, нам уже не надо. У нас 24 есть. Я не буду никому помогать. Сорян. Я бы с удовольствием, но, увы, никак. Никак, никак, никак. Да, здесь ягоды по чуть-чуть собирают. Кстати, по поводу ягод. Блин, ну там сильно много людей задействуется в ягодах. Серьезно. Меня жаба задушит. Просто на ровном месте задушит жаба. Что я столько позволяю. Здесь 89 кожи уже лежит, Карл. 89. Это уже всраться не жить. Так, опа, что-то поперло. Первый домик, правда, скотина. Ты в декоративную часть залез. Ну, как-то вы мразью можно быть. Ну, такая красота здесь была. Ах, живи теперь с этим. Из-за тебя пришлось удалить вкус. Понял? Кто ты такой вообще? Покажись. Мужчина 1539. Вы очень плохой. Запомните это. Так, авианотёж, шахтёры. Железный рудник. Всё правильно. Здесь всё правильно. Солдаты не нужны. Ещё два человека пришло. Вот-вот-вот начинает нарастать проблема голодухи как раз. По чуть-чуть. Уверенно. Но растёт. Сейчас, слава богу, мы до конца разобрались с пшеницей, мукомолами и, собственно, пекарями. То есть, наконец-то, полноценно всё, что мы выращиваем, мы сразу же перерабатываем и сразу продаём. Беда только в том, что нам всё равно этого не хватает. То есть, нам нужна полойке вещей и ещё одна ферма. Но это слишком. Это слишком, мне кажется. Мы столько просто не вытянем. Так, кто ещё дома? А, это улучшение было, да? Домик отстроен. Всё, ребятки здесь обживаются. К ним вообще претензий нет. Я им, правда, может, декоративчика ещё закину. Фонтан, кипаре и зелёная арочка вам не надо. Вы её почему-то обходите. Я не знаю, зачем вы обходите арочку. Это ваше дело. Так, декоративные деревья. Давайте я вот здесь. Где у нас проходит... Ну, назовём это своеобразной набережной. Вот, здесь у нас будут расти теперь красивые деревья. Чем будет, собственно, улучшаться и повышаться желание жить в этом районе. Кстати, заметьте, когда я разрешил эту область, деревья попёрли просто. Древесина, доски, уже 312 единиц. Есть такое? Есть. Надо будет попотеть, конечно. Так, вы в этой зоне, кстати, тоже можете селиться. Сейчас мы проверим, как они её оценивают. Ну, шикарная зона. Я бы на вашем месте уже только там и жил. Они чё-то вредничают. Мне, кстати, говорили колодцы поставить. Мол, я обделил наших товарищей. Отчасти я с вами согласен. Отчасти только. Но нужды в колодцах у них явно и нет. У них реальная нужда в жилье. Можем вот здесь поставить. Так, там колодец у нас есть у товарищей. Здесь поставим колодец. Просто удивимся. Не-не-не-не-не, товарищи. Потом как-то. В другой жизни. Так, в этом центре у нас есть. В этом центре у нас кропотливая работка. Пусть и здесь колодец будет. Я, правда, сомневаюсь, что найдутся настолько свободные строители. Но найдутся я только за. Не найдутся и хрен бы с ним. Так, я ещё хотел посмотреть. Кресты, арки, двери, горгульи и витражи есть даже. В топовой церкви. Интересно. Очень даже интересно. Да, вот это надо будет исправлять. Это однозначно. Это надо исправить. Но пока настроение держим. Пока настроение держим. Уже хорошо. Так, 64 крестьянина, горожан 43 человека. Уф, непонятно, правда, что значит модификаторы власти. Но не будем. Не будем лезть туда, где ничего не понимаем пока что. Это того не стоит. Так, пошёл второй дом. Всё, замечательно. Я уже чувствую, что люди здесь обживаются. Это очень хорошо. Это значит, что мы не зря. Не зря это всё, собственно, вытворяем с вами. Сейчас придётся действительно долго подождать. Это сейчас у нас сколько? Минут 15 прошло. Ну, в общем, минут 40. Так, минут 40, и они достроят вот это добро. Лесничий здесь, конечно, пыхтит. Но я бы не сказал, что он справляется. Сейчас я зону ещё раз гляну. Да, у нас до сюда лесничий не дотягивается. Давайте, знаете, как это исправим? Я здесь увеличу зону. Дотянем до сюда. Здесь зона вся выделена. Вроде бы всё хорошо. Мы, наверное, вот эту часть, когда будем забирать, мы её сделаем абсолютно промышленной. И тогда у нас всё будет хорошо. Мы сюда как раз перенаправим... Хотя нет. Ну, в общем, вот такую область мы заберём под леса. Здесь товарищи будут добывать камень и ягоды, и проблем не будет. Ну, не должно быть, ладно. Скажем так. Добычу увеличиваем. Я тогда ставлю ещё одного лесничего. Лесорубы, вот, лагерь лесничего. Давай, мы тебя поставим где-то вот здесь. Или даже лучше здесь. Здесь склад. Не хотелось бы засирать. Давай мы всё-таки тебя вот тут поселим. В укромном уголочке. И ты будешь помогать основному лесничему высаживать вот здесь деревья. Потому что их сбривают очень быстро. Очень быстро они все высажены. Так, здесь, ребятки, как? А здесь, ребятки, никак. Ещё остались деревья. Давайте, пышьтесь, тушьтесь. Тут вон лесничий уже, вон, сколько напотел деревьев. Я забыл, да. Приоритет, точно. Приоритетик вещь такая. Так, это закрой. 366. Главное, что с баблом у нас нет проблем. То есть мы можем любую зону хоть прямо сейчас забирать. Но пока рано. Пока рано. Еды тридцатки людей не хватает уже. Роскошь это ладно, фиг с ней. А вот за тридцаточку немножко обидно. Давайте, вытаскивайте брёвна пока. Боже, я думал, здесь дом строится. Думаю, вы чё, охерели? Мы ж тут добываем, как бы. А они там уже распоясались совсем. Так, деревья выросли. Всё, отлично. Красота. Колодец завершу. Хера себе, здрасте. Вспомнили. Вспомнили и про колодец. Так, здесь пока эти ребятки всё делают абсолютно правильно. По колечку аккуратненько обустраивают рынок. Что и, собственно, нужно было сделать. Так, что у нас здесь по статистике? И ягоды продают, и рыбу продают. Всё хорошо. И шмотки даже. Шмотки, кстати, у нас тоже продаются по 10. То есть, как бы, пойдут они на наши рынки, либо на внешние, не имеет значения как такового. Всё равно мы получим своё. И так, и так. Так, туда тащат доски. Замечательно. Здесь товарищ унывает. Но не унывай. Всё сейчас будет. Я думаю, что вот именно самый пиковый момент радости нашей будет, когда здесь двое лесничьих будет работать. Но это я не уверен. У нас уже, бляха, целая полоса бездельников. Давайте быстренько это здание всё-таки оприходуйте. Так, лесоруб не может найти доступный ресурс в зоне добыча. Чё, серьёзно? Они настолько долго растут, что это не считается у вас... Или вы про это? Нет, здесь ещё есть деревья. Вот это вот беда, самая неприятная. Когда действительно все лесорубы взялись за деревья, то сразу же появился вопрос, а где же, мать его, эти деревья? Это, конечно, многое объясняет. Но в целом, в целом, можно забить болт. Серьёзно. Мы, конечно, можем эту зону оттяпать, но это будет самый неграмотный поступок. Нам гораздо лучше эту часть забрать. У нас здесь и еда будет, и всё, что хочешь. Лесоруб не может найти опять колодец, построенный лесоруб в поисках. Лесоруб, жди. Собака, жди. Хватит мне спамить уведомлениями. Жди, сейчас достроится лесничий, мы его запустим, они тут два лица уже смогут справиться. Казалось бы, да, сколько у нас здесь леса? С ума сойти можно. Но выпиливается только так. На Изича. Четыреста уже, слава яйцам. Так, лесничий, погнал. Помогай своему товарищу, иначе мы в сраке останемся, и мне реально придётся эту территорию забирать. А этого я очень не хочу. И не хочу отдавать территорию охотников. Я, кстати, не знаю, почему я предположу, что территория охотников должна быть именно лесом. Не знаешь, с чего я к этому пришёл. Возможно, в этом есть какая-то логика, но я не уверен. Сейчас, мне нужно увидеть хотя бы одного охотника. Что он будет делать? У него тут черепа лежат, хип-прст. Ну его нахер. Я ни одного охотника вообще не вижу. Оп, есть, зашли двое. И чё они делают? Они даже не идут в лес. Я чувствую какую-то подставу. Он просто посидел в здании и вышел, что? Что-то здесь не так. Но они всё-таки приносят и кожу, и оленину. Откуда-то аж они её берут в конце-то концов. Так, всё, здесь зачистили, я так понимаю. Дальше они не дотянутся просто. Хорошо. Тогда здесь назначаем, собственно, зону работы. Вот здесь. Поехали. Здесь мы отжимаем зону работы. Всё, она вам более не нужна. Здесь уже пусть заселяется народ. Усё. С этим разобрались. Фонтон, правда, ещё не готов. Это такое. Здесь ребяткам будет чё рубить. Будет обидно, если сейчас лесорубы отсюда побегут в ту сторону. Добывать древесину. Это будет проблемка. Так, настрой падает. Настрой падает, потому что еды не хватает. Придётся принимать эти самые неприятные, кардинальные меры, так сказать. Поехали. Забираем тогда эту зону. Здесь у нас выселятся ещё рыбаки. Тогда мы сможем тут освободить зону. Здесь ещё смогут заселиться люди. А это должна быть полностью промзоной. Причём от жесточайшего типа. Поехали. Поехали, поехали. Так, первое, что мы с вами делаем, меняем расположение меток. Так, вот досюда. Высаживайте лес. Вот эту часть не трогайте. Эту часть не трогайте. Здесь у нас будет ещё заселение. Вот где-то досюда. Хотя посмотрим, как они точно селиться будут. Если будет коряво селиться, то по шапке им надаём. Так, вы сюда забегайте, это всё высаживайте. Вы забегаете сюда, это всё собираете. Так, с этим разобрались. Здесь пока добыча пусть висит. Но здесь не нужна. И здесь не нужна. Вот так. Всё, пусть остаточные деревья заберут. Которые были высажены. Это нас единственное, что интересует. Так, жилую зону я здесь продвинул. Мы можем её ещё сильнее продвинуть, но... А надо ли? Вот в чём вопрос. Так, рыночек оставьте в покое только. Не трогайте хотя бы его. Так, замечательно. Здесь мы тогда с вами ещё должны вот так сделать. Шпонь. Шпонь. На всяк пожарный. И в принципе здесь тогда начинаем высаживать ягоды. С этой стороны выкидываем хреновую тучу рыбацких зданий. И тогда у нас всё должно быть хорошечно. Так, собиратели давайте. Просчитаем, как вас лучше поставить. А вас лучше поставить вот так. Раз, два, три. Для начала. Для начала три. И это всё выводим в приоритет. Люди у нас есть в лофте, господи? Может, у меня полэкрана в этих окошках? Это я извращенец. Давайте чуть-чуть хотя бы их сметём в кучу. Так, замечательно. Пока что пусть сделают их. Потом сделаем рыбацкие домики. Я могу пока что временно, если они прям совсем чувствуют нехватку ресурса, временно я сделаю вот так. Пусть добывают дерево, где его только увидят. Если повезёт, они действительно его увидят. Но если повезёт. Только если повезёт. Так, дома пошли. Всё. Это хорошо. Давайте сейчас они быстренько отстроят тогда вот эти места. Сразу же я, наверное, закину здесь рыбаков давайте. Только приоритет на них ставить не буду. Хижина рыбака. Так, она должна идеально вмещаться. С этой стороны у нас должна быть лодочка. Насколько высоко мне надо ставить? О! О, да, детка. Тут будет явно много рыбы. Очень много. Так, первая хижина собирателей. Поопёрли. Им склады здесь нужны и всё это дело. Но этим пусть занимаются те люди, которые должны таскать, в общем, сами на склады. Я не буду им здесь лишнее награбождать. Они всё равно его моментально продают. То есть, что хочешь, что делай, они всё равно его быстро-быстро-прибыстро продадут. И ты даже глазом рогнуть не успеешь. Хорошо, давайте подождём, пусть они с этим разберутся. Так, ребятки, стройка ещё идёт. Но вот что я заметил. У нас есть информация о каждом типе наших граждан и поселенцев. И вот здесь как раз и таилась маленькая, но вполне понятная тайна. Есть у нас крестьяне. Самая низшая каста, так называемая. Они требуют исключительно веру. Любую абсолютно еду, которая только попадётся под руки. Ну и базовая потребность воды. И, собственно, жилища. Дальше у нас есть горожане. Нет, да нет. Дальше у нас мещане. Да, вот. Мещане требуют точно так же воду и жильё. В придачу они требуют еду. Но в том числе и ягоды. То есть, помимо любой остальной еды. И, конечно же, требуют религию. Но уже требуют одежду. Что, в принципе, логично. Так же у нас есть горожане. Так сказать, самый наглючий тип наших поселенцев. Которые мало того, что требуют еду в виде ягод и рыбы. Так же требуют воду и жильё. Требуют религию, одежду и ещё предметы роскоши. В виде винишка, собственные растения. То, что мы как бы и догадывались, как оно работает. Вот, оказывается, здесь это всё, славьте господи, можно увидеть. Но, тем не менее, я бы не сказал, что это прям сильно приятно. Я бы не сказал, что сильно приятно. Причём все приблизительно одинакового возраста. Но, тем не менее. Потребности, дай бог. Зажрались, товарищи. Что у нас сейчас на данном этапе, ребятки? На данном этапе у нас готовы полностью все рыбацкие здания. У нас готовы в отдельный склад для рыбы и для ягод. Я здесь ещё сейчас поставлю товарищей, которые будут ягоды добывать. С древесиной у нас вопрос закрылся. В том плане, что им вот этой области хватает теперь, чтобы добывать дерево. Я поставил ещё одну лесопилку. Теперь, ребятки, гораздо активнее создают, собственно, доски. В трёх лесопилках это создавать куда веселее. Единственное, что нам осталось ещё чуть меньше 400 единиц досок. Для того, чтобы мы закончили вот это вот извращение. Которое уже полным ходом идёт, скажем так. Поэтому, я думаю, минуток ещё 20-15 может. Хотя, с таким темпом, да, минут 15, я думаю, и мы завершим. Вот, здесь товарищи у нас умудрились всё-таки уже обжиться. Ничего им как бы не чуждо. Живут, поживают, добра наживают. Правда, вот это место всё ещё вакантное, скажем так. У меня была ещё мысль странная. Поставить здесь ещё одних фермеров. Но, фишка в том, что само здание фермеров влепить, не знаю, где-то вот здесь, допустим. Либо же вообще вот здесь. И тем самым потом расширить зону полей, возможно, и вот эти все, в общем, проёмчики, которые я оставил открыты. Их полностью залепить возможностью высадки пшеницы. Тем самым пшеницы станет там на процентов 30 больше высажено. Но при этом её будет активнее собирать. Её должно как бы хватать на производство достаточно хлеба. Вот, это мы сейчас с вами, в принципе, можем проверить. Так, где у нас ферма пшеницы? Вот, да, если мы её выставим, они будут, правда, на небольшом отшибе, так сказать. Это не то, чтобы прям хорошо. Но, тем не менее, им это не должно помешать работать. Причём работать в обе фермы. Ну, не то, чтобы в обе фермы, но, в общем, надеюсь, вы поймёте, о чём я говорю. Работать на оба поля, вот. То есть мы вот так сейчас полностью отдаём им вот эту зону. Вот, до сюда. Здесь забираем ещё вот эту утепусечку. И вот здесь забираем. Всё, то есть полностью вот это всё они могут высаживать нон-стоп. То есть им захочется, они это и будут делать. Вот, сюда, правда, сейчас надо приоритет поставить. Здесь приоритет забрать. Но, тем не менее, бляхать, здесь тоже доски нужны. Что у меня за карба такая? Где я запачкался? Короче, сейчас они доделают. Посмотрим, получится из этого что-то или нет. Я, кстати, не понимаю, как это работает. Потому что они то высаживают зелёную, то собирают зелёную, то высаживают жёлтую и собирают зелёную. В общем, какая-то дичь творится. В любом случае творится дичь. Пока что проблем сильно больших нет. Голодающие, конечно же, есть. Откуда взялась проблема с одеждой? Я не знаю, откуда. Это я только что увидел. Не знаю, откуда она могла взяться, но да и хрен бы с ней. В любом случае, мне кажется, нам придётся закупать вино. Вот это меня немножко смущает. О, появились первые пирамиды наши. Замечательно. Всё, ждём тогда. Так, ребятки. Почти свершилось чудо. 150 из 5. 150 из 150. Да, деточка. Эта собака достроена. Боже. За что мне эта кара? Это просто срака. Давайте я сразу с этим покончу. Оружейник. Йос. Готово. Замечательно. Короче, к чему мы пришли? Здесь у нас теперь 6 хижин собирателей, которые здесь прям вот потеют, как пчёлки, вовсю. Чем, собственно, и снабжают ягодами большинство людей, потому что нас уже почти, мать его, 200. Но при этом еды не хватает и не хватает одежды. С одеждой вопрос почти решился. Сейчас мы хлопок новый поставляем. И, собственно, из-за этого прирост ткани пошёл. И, соответственно, одежда тоже начинает появляться. Но мне кажется, что надо будет либо увеличить ещё количество хлопка, потому что оно всё-таки больше вниз уходит, либо же поставить ещё одного товарища, который будет шить одежду. Что, в принципе, тоже займёт время. Но самое главное, с вот этим вот ужасом мы разобрались. Славьте его, господи, серьёзно. Солдат, естественно, назначать не буду, нахер надо. Хотя у меня людей дофига. Мне есть куда этих людей потратить. У нас всё ещё есть проблемы, поэтому с ними надо бороться. Хорошо. Чё мы ещё будем с вами делать? Нам, естественно, нужно сделать крепость. Ой, ещё с церковью, боже ж, совсем забыл. Совсем-совсем вылетело. Ну ладно, здесь мы отдадим, если что, место под церковь. С этим мы разберёмся. Точно. И поместье лорда ещё каменное нужно. Оооо. А что написано, налоги? Тут написано налоги. Поместье лорда налоги, что? Или налога... Не знаю, что там может подразумеваться, но точно не камень, что написано в перечне. Не имеет значения, в общем. Поместье лорда мы тоже здесь делаем. Придётся вот эту всю хрень унести, само поместье выстроить здесь. Ну, короче, вы понимаете, да? Всю сложность процедуры. Вот. В целом, единственное, что меня смущает, когда мы снесём это здание, мы останемся при своих 500 монетах, которые, ну, как бы, не очень хорошо. Но, в любом случае, это лучше немножко перетерпеть. Зато мы прапаемся, и будет всё, возможно, замечательно. Пока что опять. Появляются каждый раз проблемы, которые нужно регулировать, и тогда мы будем себя чувствовать хорошо. В целом, точно вот эту зону мы заберём. И здесь начнём обустраивать ещё дополнительное жилое место, потому что дома тоже нужны. Постоянно почему-то минимум не хватает четырём жителям домов. Я не знаю, почему, с чем это связано, но да ладно. С едой ещё я могу понять, потому что у нас сложная транспортная развязка. Логистика доставки еды у нас очень сложная. Вот. Особенно вот от этих рыбаков. Я здесь склад ещё поставил, попытался как-то урегулировать процесс, но нет. Доставить в дальние какие-то участки еду, помимо вот отсюда хлеб сюда. Рыбу сюда хрен дотащат, хотя вроде бы как дотаскивают периодически. Вот. Пять хлеба есть. Но, тем не менее, сложности есть, поэтому нужно с ними как-то пытаться бороться. Единственное что, если я заберу эту зону, мы очень быстро просядем по еде. То есть у нас здесь нет никаких добывающих, кроме что мы можем здесь ещё рыбаков наставить. Это и всё. Хотя я здесь могу возле вот этого угла наставить ещё охотников, но я чё-то не знаю. Охотники какой-то такой выхлоп слабый дают. С другой стороны, один человек работает. Дают кожу, которую никуда девать. Которая засоряет там только хижины. Но при этом он даёт еды, причём, ну, в целом-то неплохо. В общем, будем думать. Будем думать, что с ними делать. В любом случае, эту зону надо забрать и отгрохать здесь церковь. Это вот то, что железобетонное. И здесь выстроить новое поместье лорда. Пока что, ребятки, я бы сделал с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное. И, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.